Не часто в среде событий, которые не менее не часто встречаются, можно выделить действительно реальное и значимое. У нас вообще принято считать значимым событие, где светятся VIP-персоны и как минимум несколько тысяч человек. Но есть генерация людей, призвание которых молча и без помпы реально работать. И для них, и для тех, кто готовит себя сильным и смелым. В федерации Тхеквандо Магнитогорска был устроен праздник во дворце, который знал и аромат славы, и горечь поражений. В дворце имени народного директора Магнитки. Этот открытый турнир был посвящен памяти всех воинов, павших в горячих точках, при исполнении своего служебного долга на приз журнала подразделения специального назначения братишки. И именно статус такого турнира на приз журнала братишки он нужен всем. Он нужен этим детям, он нужен тем людям, которые пришли на него, и он нужен стране, как ни странно. Но первое, почему детям, я считаю, что вот эти ребята, которые выступают, а там были у нас участники, которым буквально 6 лет, вот такой возраст начинают. И когда им слова приветствия, а в дальнейшем вручают призы, не просто там президент федерации, которого они видят, но и там тренер, которого видят каждый раз на тренировке, мы постоянно встречаемся. Когда приходят взрослые дяди в погонах, вот, и говорят какие-то слова, и я думаю, что у него останется это в памяти, у него будет что-то на кого-то там в дальнейшем, там, ну, равняться, какие-то цели перед собой ставить. Сейчас решается вопрос, чтобы этот турнир такого уровня, чтобы он был ежегодным, вот. Это раз, дальше мы его должны будем вывести на межрегиональный уровень, на следующий этап, чтобы ему присвоить мастерские звания, чтобы на этом турнире, ну, присваивали звание мастеров спорта. Все без исключения виды спорта, так же, как и соревнования, прекрасны по сути. Но особенность спарринга в восточных единоборствах – это зрелищность и динамика. Короткие схватки на результат. Здесь надо максимально выработать и прыжковую, и ударную составляющую. Но об этом подробнее и из уст специалистов. Что же произвело большее впечатление? Так это взгляды хищников, пантер на охоте, зрителей-участников. Переживания, а не жажда крови, кои мы здесь не увидели. И это тоже класс воспитания. Уральский стиль в Тхэквондо. Если бы, допустим, мне кто-то сказал три года назад, что сборная команда Челябинской области по-взрослым среди мужчин будет третьей командой места занимать на чемпионате России, вот в частности в 2007 году это было с Израиной, то я бы в это не поверил ни за что. У нас получилось в этом году уже, высоко довольно-таки результаты поднялись. Среди юниоров мы заняли второе командное место на первенстве России. Среди юношей мы заняли первое. И уже основные соперники, вот допустим, Дагестан, Северная Осетия, постоянно соперничают между собой. Дагестанцы уже в открытую говорят, что про осетов они уже ничего не говорят. Они говорят, что мы боимся команды Челябинской. То есть, как бы, ну, это, можно сказать, довольно-таки радостное признание для нас. Вот. И у нас четыре спортсмена в этом году попали официально кандидатами в Олимпийскую сборную. Они сейчас проводят курс подготовки. И надеемся, что все-таки кто-то будет выступать в Пекине. Хаквандо – это прежде всего древнекорейский вид спорта. Сама название Хаквандо, оно достаточно молодое. Это образовалось оно в 1955 году. Ну, прежде всего, это Олимпийский вид спорта, что отличает его от остальных восточных единоборств. Высокая техника, высокие показатели, прыжковые удары отличают его от других единоборств, в частности, вот от карате. Динамика поединка, зрелищность. То есть в шахматах спортсмены могут думать несколько часов и даже дней. Здесь принять решение нужно буквально за доли секунды. И развивается высокоскоростное мышление. К огромному сожалению, и пока национальные проекты только набирают ход. И то, что потеряно в смутные времена, а это и нравственность, и желание бескорыстно работать на благо Родины, реализуется не у многих. И надо быть не нормальным, не алчным, не себя любимым, чтобы, часто забывая о своем, делать общее дело, полезное и направленное на благо. В 90-е годы, когда я приехал в город Магнитогорск и привез сюда, в общем-то, тэквондо. Сколько стояло в зале ребят, доходило, что только у меня на одной тренировке находилось более ста человек. Фок был забит битком полностью. Занимались родители, занимались их дети. И не было отбоя от желающих. Не хватало инструкторов. Сейчас, на данный момент, вроде, можно уже готовить, уже за такой период времени подготовлены свои инструктора. Вот они повышают свой уровень. Но такой уже массовости сейчас, в данный момент, нет. Ряд таких вот причин, почему вот это. Все же очень много другого соблазна. Вот, ведь занятие спортом – это работа. Это пахота до седьмого пота. Не каждый находит в себе силы, вот, чтобы вот это перебороть себе. Тэквондо для меня – это вот, как мой ребенок, которого в город я привез, и бросать его, ну, ни в коем разе не брошу, конечно. Бывает, иногда, мысли, тяжело, там, охватить все. Но, придя, вот, порой приходишь в зал. Там на работе всякое бывает. Нервы, накрученность, все-все-все. Приходишь в зал, когда вот смотришь на этих ребят, в глаза им посмотришь. Вот. Как их можно предать? Это невозможно просто. Олег Станиславич, который является председателем федерации, он организовал весь этот турнир. Он же приезжал к нам же в Москву на юбилейную издачу «Крабберета». Он же, организовав этот турнир, является, я думаю… Можно считать идейным вдохновителем. Да, идейным вдохновителем вот этого турнира, который, я надеюсь, что этот турнир, он не будет так вот, что он раз и заглох первый и последний. Я надеюсь, что он будет ежегодный турнир. Я надеюсь, что он, в конце концов, перерастет в международный. Ну и я надеюсь, что вот эти молодые люди, которые сейчас вот мальчики, потом подрастут, они станут юношами, они будут, придут в армию и будут… Я надеюсь, кто-то у нас в отряде «Витязь» служит, кто-то в других отрядах специального назначения. Но я надеюсь, что они не посрамят в следующем честь и достоинство тех соревнований, на которых они принимали участие. В честь и достоинство России. А еще, вот я уже от себя добавлю, мне кажется, что у сильного государства с мощной армией хорошее, чистое, голубое небо. Это да, естественно, что, как говорится в пословице, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Поведав многое и побывав на многих соревнованиях, лично я был поражен и удивлен эмоциональным накалом. И пусть мужчины не плачут, но дети, искренне старающиеся победить, со слезами на глазах переживали поражение. И причина вполне понятна. Дойти до финала, сосредоточиться и выложиться максимально в физическом плане. Собрать в кулак внимание и реакцию и быть в постоянно собранной пружиной. И проиграть при объективном судействе компьютера. Обидно до слез. А выиграть? Ну, напряжение, то, что стараешься все сделать для того, чтобы выиграть. И поэтому, ну, чувствуется усталость из-за этого. В темпе все это происходит. Есть одна реклама, ты, наверное, видел, по телеканалу НТВ. Ну, и везде. Где-то маленькая девочка идет с мальчишком и фулиганы приходят. И вот она представляет, что она, соответственно, уже занимается спортом, дзюдотом, восточным единоборством. И логом такой. Мечты сбываются. Только у тебя мечты сбываются? Ну, можно сказать, что да, потому что все, практически все цели, которые я заставлю для себя, я пытаюсь достигать. И в большинстве случаев это получается. Сколько лет занимаешься в Тахакондо? Я два с половиной года. Так сколько тебе лет вообще? Семь. Семь лет. Ну, скажи, по итогам вот этой схватки, вроде противник-то был поменьше тебя ростом, да? А сам-то иногда и с более старшими соревнуюешься? Да, я с десятилетками соревновался. Не знаю для кого как, но то, что логично завершало праздник витязей и братишек, меня лично впечатлило более всего. Эти витязи руководили и руководят войсками, следуя легендарным и чисто российским чувствам долга. И с той же отеческой заботой, с которой они вручали награды победителям, они ежедневно стоят на защите спокойного детства этих ребят, являются мощной силой в борьбе с терроризмом и криминалом. И не призывая всех и каждого в дружину, где реют стяги восточных единоборств, спецназа и вооруженных сил России, искренне порадуемся за то, что есть и будет развиваться в магнитке. Потому как люди, культивирующие здоровую силу, останавливаться над достигнутым не собираются.